здравствуйте наши уважаемые зрители и гости канала перехват управления у нас на связи фасай алиев доктор психотерапевт ну и много много заслуг у этого человека сейчас я прочту пророчества для начала и поговорим о тотальной жестокости человечества абу муса аль ашари рассказывал что пророк сказал перед наступлением судного дня наступит хардж его спросили а что такое хардж он сказал убийство люди спросили неужели они будут убивать больше чем это делаем мы мы убиваем более 70 тысяч людей в год пророк сказал это не будет сражение с многобожниками вы будете убивать друг друга люди спросили и мы будем в здравом рассудке он ответил большая часть людей того времени будет лишена рассудка и останется он только у некоторых очень многие будут считать что они правы хотя в действительности они будут далеки от истины безумный мигрант буквально изрезал ножом незнакомую девушку которая не ответила на его навязчивые приставания дети мигрантов азербайджанцев напали с ножом на своего соседа уроженцы ирана бургий юный нелегальный мигрант воткнул нож в сердце посетителей ресторана быстрого питания как нам вот это вот предотвратить как человеку стать человеком ведь это непозволительно такое существование такое человечество оно должно будет самоуничтожиться каким-то образом как нам с вами вы как психотерапевт спасти человечество я думаю что очень много таких вот несогласований в природе которые не позволяют человеку быть человеком чтобы человек был человеком он должен заниматься любимыми делами потому что когда он по своей генетике открывает свои способности ему легче сосредоточиваться потому что на нелюбимой работе человеку трудно сосредоточиваться он оттуда соскакивает и постоянно пытается чем-то заняться таким автоматическим там компьютер смотрит там телефон смотрит чтобы в это время мозгу дать немножко передышку и мозг продолжал обрабатывать какие-то проблемы на которые у него висят я к чему это говорю что все начинается с воспитания и с образования и все зависит еще от того что много людей которые мы сидят буквально все беде своего развития а некоторые мысли это абстрактно мыслят целостной картины мира и получается почему например власти не любят свободного художника почему это происходит потому что он подчиняется высшим законам природным законам а чтобы быть человеком во власти надо там совсем другими законами руководствуется лизоблюдство там развивается вот в этом подчиняемости под халимаш там к начальнику там совершенно другие законы а художник я не имею ввиду себя или вас или соседа нашего конкретного я имею ввиду человек творец человек по своей генетике творец потому что в его потенциале лежит все предшествующие стадии эволюции его дедушки бабушки все там лежат и когда человека занимается поиском истинным творческим каким-то действием когда он ходит в поточное состояние так называемое когда он вдохновение решение его конкретных задач подключается весь опыт предшествующих поколений и поэтому все психологи об этом говорят процессе потока о целостной картине мира о том как же научиться чтобы человек мог обрабатывать большие объемы информации сегодня не застревая в частности чтобы он не попадал под манипуляции потому что в наших условиях неопределенности люди которые воспитывали школе которая создает только шаблонное мышление на основе повторения мать учения они обучают понимать где существует такая фраза как не не понял выучи зубрежка но в этой школе когда мы вышли из этой школы это во всем мире не только у нас городе например во всем мире люди шли на основе обучения мать учения повторение мать учения выработали шаблонное мышление поэтому когда попадают в неопределенность а шаблоны там не работают там надо быстро сообразоваться скоростью инстинктивных реакций защитных реакций человека чтобы он быстро соображал чтобы он изобретал на ходу то есть надо развивать изобретательское мышление у человека то есть творческий подход к жизни они механической повторения надо соединить два этих принципа обучения мать и это повторение мать учения соединить с принципом подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия человека поэтому я например для того чтобы воспитание образование получила такое дыхание вот например учебник физкультуры для десятых и одиннадцатых классов там находится наш метод саморегуляции ключ который помогает человеку снимать не на мощные зажимы выходить на состояние творческого ума чтобы человек думал своей головой а не чужой потому что человек когда находится в условиях неопределенности подчиняется авторитету если кто-то говорит уверенно значит кажется что он знает что надо делать а на самом деле это чисто подражательный инстинкт то есть эти вещи надо людям давать чтобы они могли себе освобождать от нервно-мышленных зажимов как учил станиславский только к сожалению он учил только актеров надо было чтобы все люди знали систему станиславского чтобы они мыслили своей головой чтобы они соображали в трудных условиях признак ситуациях еще лучше я хочу сказать трудно быть пионером у нас так принято что сначала говорят этого не может быть а потом говорят как же иначе но трудно быть пионером потому что пионер это первый у нас стране очень много первых людей у нас очень много людей больших талантливых умниц но система не позволяет нам вот эти изобретения которые люди делают россия очень богата на умных людей система сама не позволяет она подражательного типа потому что россия находится между восточным западным мышлением и поэтому все время переписывает свою историю заново то она попадает под направление духовных ценностей все становятся экстрасенсами какими так то попадает под влияние материального мышления то все становятся жесткими директорами такими вот такими материалистами такими экономистами такими экономистами а этими самыми кто деньги хочет зарабатывать я правильно понимаю что нас убивает сама система то есть обучение людей я понимаю чем вы говорите да это все правильно но у нас все происходит прямо противоположное мало того что еще и я так понимаю что мечети входит в это дело образование людей потому что именно к сожалению мусульмане хотя то что я говорю это не относится ни к одной нации да это повсеместно то есть люди убивают друг друга мечети и мулы работают скорее всего на экстремизм как мне кажется потому что именно ученики этой школы совершают больше всего преступлений я права или нет я вам скажу что конкретные люди тут ни при чем а вот политики которые ведут эти процессы в политика большого выбиться можно только понимая как говорится идти про надо идти против воли природы чтобы управлять людьми то есть там надо быть циничным там не надо иметь эмпатию там не надо иметь сострадание иначе ты не сможешь управлять людьми там другие законы потому что человек то социальное существо вот я маленький пример приду маленький пример откуда взялся внутренний диалог у человека и почему вот многие психологи пытаются научить свою так сказать паству или школу как снимать внутренний диалог ну почему потому что на самом-то деле внутренний диалог у человека это проекция су activa потому что человек социально-биологическое существо и в нем вот внутри вот этот внутренний диалог когда человек например думает как он будет сдавать экзамены или как он будет выступать о невольно внутри себя прокручивают мысли он невольно внутри себя представляет образы как ему зададут вопрос как он ответит или как он будет выступать и кто-то там что-то скажет и как он ему ответит то есть внутренний диалог но он должен быть как артериальное давление крови например на определенном уровне констант не выше по напряжению не ниже на определенном уровне константа потому что когда давление например поднимается его тоже снижают до уровня то же самое когда напряжение у человека повышается нервно-психическое внутренний диалог выскакивает как джин из бутылки то есть он становится звучащим он начинает человеку мешать он разрешает его психику вплоть до того что психически больные люди уже и голоса слышит я почему про этот внутренний диалог говорю потому что норма нормальное явление внутренний диалог когда его нету возникает ощущение безмятежности ощущение пустоты в голове без мысли такого такое бывает от усталости такое бывает и после тренинга всевозможных такое бывает и при молитвах и при медитациях потому что повторяемые действия в мантре молитвы повторяемое действие снижает напряжение как вот качание ногой например или постукивание пальцев и так далее вопрос заключается в том что я например как специалист сейчас понял как вывести из острого стресса за пять минут любого человека в какой бы точке мира не находился мусульманин он или христианин он или людей неважно не задавая ни одного вопроса просто использовать механизм как отрегулировать уровень вот этого гомеостаза чтобы у него не было внутреннего диалога я ему просто говорю закрой дверь чтобы тебя никто не слышал и ходи туда-сюда по комнате и выговаривайся и выговаривайся вот этот внутренний диалог который у тебя есть выговаривайся жалуйся на жизнь как будто ты сидишь у психоаналитика и выговариваешься но главное я говорю чтобы был поток то есть между словами надо чтобы не было перерывов надо чтобы каждое слово следующее шло за за предыдущим если ты обеспечишь фонтан речи ты за пять минут снимешь острейший стресс и ничего делать не надо никакого специалиста другого не надо потому что внутренний диалог ты сейчас начинаешь озвучивать выговариваться так бабушки наши выговариваются они вот там все время ходят там внучекам говорят опять сандалики не туда поставил поставь на место насколько можно говорить опять штанишки не туда повесил они же выговариваются я заметил это озвучил это и сделал методику я просто объясняю что можно просто простыми вещами если дать людям услышать это дать понять они начнут это делать буквально за пять минут за закрытие двери чтобы психушку не отвезли будут выговариваться каждый день по пять минут и они станут нормальными то есть внутренний диалог придет норму как артериальное давление голова будет ясная глаза будут ясные и лучистые кожа будет свежая независимо от возраста это же я как врач как я как и психолог и философ я междисциплинарник поэтому я между дисциплинами нахожу вот эти вот вещи которые совпадают и открывая и всем людям делюсь хасай метода вопрос а как в массовом порядке это сделать неужели нам нужно еще один кашпировский и можно как-то другому секунду секунду я хочу чтобы все услышали виктория закрыть двери и самому это делать они кто-то чтобы на вас как кашпировский влиял это же главное каждый человек и так выговаривается и так он своей подружке или подруги когда он на плече жалуется на жизнь жена своему мужу жалуются над на свекровь там а он не знаю механизмов он ее перебивает и горит и сама виновата тебе надо было так делать и так делать и перебиваете выговаривание перебивает и он не дает и разгрузиться тоже книга есть женщина от венеры мужчина от марса там же сказано это ошибка что дайте женщине выговориться потому что это столкновение него но ты же простые вещи это же элементы культуры но у нас те которые во власти у них все хорошо как они считают да нет как это хорошо ко мне постоянно обращаются люди и во власти него власти и он жалуется что у нее дочка там она сейчас будет поступать она посмотрю с какими-то там задружилась я нашу курят у всех проблема есть и богатый тоже плачет как же такое может быть иначе не бывает все люди находятся в разных условиях но при этом они все люди и переживают и плачут из крыши прыгают уже независимо то богатый это линия богатый вчера был богатый сегодня за ним и бхс пришло это же это же жизнь вы согласны с тем что пророк прав или не согласны что у нас вот наступило такое время конечно согласен я сейчас одно вещь скажу я этих мол тоже знаю у меня есть друзья и мулы у меня есть друзья и попы или эти самые у меня есть друзья и которые находятся и буддизме и у меня много разных друзья я вам скажу и там есть умные и там из зубрежки был зубрежники которые читают коран и не понимают что там написано не понимают А просто повторяют Вот я вам скажу Когда у нас в Махачкале Я жил всегда в Махачкале Когда у нас в Махачкале появился Перестройка пошла в религии Когда допустили всех Чтобы они по телевидению там появились Вчера он был как бы социально никто Сегодня он теперь Коран читает И он сидит И он начинает учить население Это было так дико слушать Он говорит Что вы эти елки Новый год себе ставите Что вы эти деревья у себя ставите Вы зачем эти глупости Он учит нас понимаете Он сам не учил Он вообще в школе плохо учился Но я вообще не против того Что человек плохо учится в школе И среди них потом Эйнштейна бывает Но он других людей назидает Теперь он там становится Знатоком Корана Читает там какие-то выдержки Не понимая о чем там написано Дело в том что почему Мухаммед Почему мир ему Почему он стал после того Как было Вначале был иудаизм Потом стало христианство Потом стал Мухаммед Который пророк Почему он Через столько лет возник Почему люди не удостоверились И не удосужились Быть приверженцами Только иудаизма Или потом христианство Почему все-таки появился Ислам Потому что по моему мнению Цена помощи человеку Уменьшается В иудаизме Люби ближнего И в христианстве Люби ближнего И в мусульмане Люби ближнего Везде Люби ближнего Но в иудаизме Ближний Это иудей А всем остальным Дает деньги Если помогает В рост В рост Отсюда это кредитование И все прочее Вот В христианстве Уже меньше Цена помощи А в исламе Вообще нету цены То есть Если ты в банке Берешь деньги И ты становишься Компаньоном Это мое мнение Такое То есть Цена помощи Потому что Когда человек Находится В нуждающемся Состоянии Общество Должно ему Помочь И почему Ислам развивается Вот так Во всем мире Это одно Почему он развивается Потому что там Цена помощи Самое меньше А вот Почему там Среди них Столько же Фанатиков Идиотов Столько же Сколько и в христианстве Сколько крестовых Покроводов было Столько же И в буддизме Как люди Друг друга Резали Хотя буддизм В принципе Это не религия Это философия Поэтому Далай-лама Любит Дружить с учеными Они там делают Исследования И вот сейчас Токдем там изучает Мой шеф По диссертации Там сейчас Там находится Вместе с Медведевым Который Директор института Мозга Там Сын Бехтерев Из которого Я дружил Я почему Это говорю Дело в том Что Человек Всегда Находится В условиях Либо он В неопределенности Находится Либо в состоянии Сложившейся Отношений И вот как только Пошла цифровизация Человек Попал В неопределенность Точно так же Это было И раньше Когда пошло Что-то новое Например Когда люди Пересаживались Коней На автомобиле Когда развивалась Другая форма Потребления Энергии Там от механической Переходили К электрической Там и так далее Тоже люди были В такой Неопределенности И тоже там Появлялись Те которые Начинали диктовать И манипулировать Религия Это вообще-то Путь к Богу То есть Разные религии Это разные пути Достижения Бога И божественного Состояния своего То есть Развития человека Но получается Что религия Разделяет людей И из-за религии Люди убивают Друг друга Так же Как и люди Убивают друг друга Из-за земли Как вылечить? Все имеет Двойственную природу Как Ленин говорил Даже стакан Может быть До питья И им уже По голове дать То же самое Религия То же самое Ёлка Ну что они Достали Эти ёлки Слушай Почему ёлку Нельзя было На Новый год Ставить? Да можно было Потому что Это традиция Уже стала Люди привыкли Игрушки Дети Подарки А этот Выходит Дурачок Выступает Его надо было Воспитать Как стыд Культуры У него Не было Вот я хочу Сказать Что человека Культура Культура Это вырабатываемые Стереотипы Общежития Которые По идее Они пытаются Вот эти Стереотипы Помочь человеку Выжить В каких-то Условиях Но они же Обладают Ещё Стереотипы Вот этим Шаблонностью То есть Иногда Надо Перестраиваться Быстро Соображать По существу Человек Он Он Главное Человек По природе Творец Подобен Богу Подобен Богу Поэтому Надо Чтобы он Соображал Своей головой Я про это Говорю Но я должен Про это Говорить Потому что Я психолог Врач И врач Поэтому Я об этом Говорю Я многих Врачей Врачей Учил Я многих Больных Невротиков Вылечил За счёт Того Что я им Предлагал Опомнить И вспомнить Какие-то Любимые дела Которыми Они любили Заниматься Например Она куклы Делает А он Шахматы Ну мало ли Чего И чем больше Любимых дел Тем больше Точек опоры Они выходят Из невротического Психосоматического Состояния Потому что Когда человек Не занимается Любимыми делами Или ему Не дают Заниматься Любимыми делами Потому что Говорят Кому это нужно Не занимается У него Невроз Появляется Потому что Человек Не может Не реализовать Свой творческий Потенциал О котором Я говорил Вначале Потому что В нём Лежит Весь опыт Предшествующих Поколений Как он Может жить Нормально Здоровой Жизнью Если он Не реализует Себя Как Человек Как Человек Творец Психотерапия Психотерапия Ну Мало Этому Придают Значения Потому что Там И такие же Студенты Были Я сам Был Студентом Мединститута Терпеть Не мог Ходить По утрам Мединститут Я почему Не мог Потому что У меня Родовая Травма Была Я когда Просыпался Утром Раньше Времени У меня Мушки Плавали Перед глазами Я маме Не жаловался Потому что Я думал Все дети Так А на самом Деле Не так Кто-то Встаёт Рано Чувствую Хорошо И он Козёл Начинает Учить всех Вставайте Рано Как в анекдоте Один Значит Сыну Говорит Вставай Говорит Потому что Он вчера Говорит Сосед Шёл По улице Рано Встал И кошелёк Нашёл На улице А он Говорит Наверное Кто-то Встал Раньше У него И потерял Хасай Очень конечно Странно Когда психотерапевт Называет Кого-то Козлом Ну вот Видите Вы буквально Подошли А я Условно Говорю Хасай Смотрите Насчёт Ёлок Я с вами Не согласна Здесь Традиции Нам Тоже Неправильные Привили Сейчас У нас Традиция Есть мясо И почему-то Это считается Правильно Хотя Человеческий Организм Замечательно Обходится Без мяса Без убийства Животных Без Психики Которые То животное Передаёт Нам Когда мы Его поедаем Вот Он влияет На наше сознание Это Животное составляющее Подождите Зависит от того В каком климате И где человек живёт Вы дайте Человеку На морозе Чтобы он Выжил без мяса Ну там можно Рыбу есть Не 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 Давайте мы так Зелаем Всё Индивидуально Мой друг Магдидов Был министром Сын министра Просвещения В Дагестане Он был Вот такого роста Двухметровый Как папа Он написал 400 статей Что мясо Кушать нельзя Славик Я потом В какой-то момент Мне пришло В голову Задать вопрос А ты Когда Перестал Кушать мясо Ты Когда Прочитал Книги Какие-то Или что Или понял Когда Он говорит Я с детства Не могу Кушать Я не могу Мясо Я с детства Деем мясо Он мне Он мне Рассказывает В Казани Учился Он там Когда Кандидатскую Защиту В Казани Учился Я Говорит Сижу Говорит Тетенька Сидит Напротив Меня В столовой И ест котлетки Мясные Я Говорит Ей Говорю А вот Ради того Чтобы вы съели Эту котлетку Барашку Живого Убили Зарезали Жизнь Погубили Она Говорит На меня Смотрит И потихоньку Потихоньку Вилочкой Тарелочке Котлетку Отодвигает От себя Ну Я уже Говорит Так Воспывал душой Обрадовался Что Моя агитация На нее Подействовала Вдруг Говорит За окном Там Троллейбус Что ли Что-то Пошел И все Туда Повернулись Она В этот момент Раз Говорит И скажу Ну Так Вот Он Не ел С детства Не знаю Никаких Теорий Потому Что Его Организм Не принимал И он Потом Стал Других Убеждать Хасай Потому Что У него Душа Более Зрелая Более Набранная Опытом То есть Естественно Мы же С вами Знаем Что Мы Не одну Жить Живем Что Есть Реинкарнация Когда Наша Душа Набирается Опыта Про Насчет Ёлок Это Действительно Тоже Нам Принесли Эту Типа Традицию Ёлка Которая Растет 15 лет Чтобы Она Выросла Нужно Такого Состояния Убиваем Ее Она У нас Стоит Дома Мы Почему-то Празднуем При ней Желаем Себе Здоровья Когда Она Стоит Символ Нового Года И умирает При нас То есть Она Не Приносит Нам Здоровье Она Забирает У людей Здоровье Но Люди Этого Не Понимают Ну Хочешь Ты Ну Возьми Там Веточку Какую-то Для Запаха Есть Масла Специальные Ну Куча Всего Что Можно Придумать Чтобы Отметить Праздник Но Для Этого Не Нужно Убивать А Люди Наши Еще Ходят Еще Дальше Они Заходят В лес И Срубают Чтобы Не Покупать Понимаете Ну По По Все Зависит От Индивидуальности Очень Важная Индивидуальность Фанатизм Есть Везде Чрезмерный Веточку Можно Принести Свеженькую Веточку Которую Не Надо Рубить Дерево До Этого Но Он Жене Про Веточку Говорил Он Вообще Говорит О Что Это Нельзя Делать Это Разные Немножко Вечи Фанатизм Чрезмерность Выход За Крайности Это Во Во всех Религиях Это Вредно И В любом Деле Это Вредно Вот Наша Задача Чтоб Человек Чувствовал Свою Индивидуальность Чтобы У него Компас Работал Внутренний Правильный Есть Ему Мясо Или Не Есть Мясо А не Потому Что Кто То Ему Сказал Потому Что Сегодня Сказали Что Мясо Есть Нельзя Завтра Говорят Уже Надо Кузнечков Кушать А Человек Который Привык Вот Этому Доверить Когда Он Доверяет Авторитетам Сказано Не Сотвори Себе Кумира Если Он Доверяет Авторитетам То Каждый Раз Будет Получаться Сегодня Будет Кузнечиков Есть Завтра Его Начнут Еще Больше Расчеловечивать Говорить О том Как Это Полезно Сейчас Это Происходит Вот Это Вот Да Так Что Надо Чтобы Человек Чувствовал Что Ему Нужно Что Не Нужно Я Обучал Врачей Которые Уолкова Которые Занимались Здесь Врачи Там У него Были Которые Занимались Для Женщин Чтобы Они Лишний Вес Сбрасывали Они Сдавали Кровь Там Там Делали Анализ Совместимости И давали Им Такую Дорожную Карту Чего Кушать Можно Там Лимон Нельзя Кому Другому Можно Лимон Допустим И Я Обучал Потому Что У них Когда Стресс Бывает Они Все Забывали Вот Ей Нельзя Булку С Маслом Они Как Стресс Так Она Булку Берет Маслом Намазывает Я Это Есть Так Вот Это То Есть Или Это Есть Надо Чтоб Человек Себе Это Чувствовал Оказывается Когда Человек Не Высыпается Оказывается Когда Человек Нервничает Оказывается Когда Зазар Занимается Все Время Только Нелюбимыми Делами У Него Идет Истощение И Когда Он Все Время Мобилизован У Него Нет Энергии Для Творческого Подхода Для Чувствования Самого Себя Он Как Обезьянка Как Попугай Повторяется Другими Поэтому Он Должен Первое Высыпаться Обязательно Бог Нам Дал По Природе Сон Для Того Чтобы Восстановить Нервные Клетки Почему Кто-то Мне Будет Диктовать Как Полезно Вставать Четыре Утра Жить Начинать Четыре Утра Только Потому Что Он Сам Встает Четыре Утра И Он А кто-то Скажет А я Вот Делаю Намаз Я Встаю Рано Я Делаю Намаз Ну Потом Возьми И Поспи А потом Там Сказано Если Ты В Дороге Или Тобус Болен То Ты Можешь Отложить Намаз Там же Все В Коране Все Сказано Просто Один Выбирает Одно А Другой Выбирает Другое Каждый Выбирает Даже В книжке Которую Он Читает Любой Даже В детстве Читает В В В В Состоянии Одну И Туже Книжку Он Выйдет Там Разные Моменты Когда Он Подросток Он Видит Там Любовь Когда Он Стал Мудром Возрасте Он Видит Уже Какие Другие Вещи Более Актуальные Каран Жи Тоже Читает По Разному Поэтому Надо С головой Дружить Об этом Я и говорю Да И поменьше Смотреть Телевизор Потому что Из телевизора Нам Врачи Постоянно Говорят Что Есть мясо Это полезно Там Белок Что Загорать Это вредно Солнце Очень вредное Пить Много Воды Почему-то Два Литра И Весь Вот Этот Бред Люди Пытаются Исполнять Хотя Это Абсолютно Неправильно Согласны Конечно Виктория Вот Я Сегодня Выспался И Мне Хочется Говорить Стихами А Когда Я Не Выспался У Меня Такое Ощущение Агрессивное Разражительное Кто-то Мне Не То Сказал А Я Чему-то Одному Пригодошу А Он Говорит Тебе Надо Про Это Подумать И Мне Разражает Откуда У Мне Разражение В Клетках Мозга Питания Не Хватает Поэтому Надо Высыпаться Во-вторых Надо Чтобы Все Брали Вот Так Клали Руку На Руку И Что Было Свободно Разминали Воротниковую Зону Чтобы Кровоток Мозга Был Нормальный Это Дает Возможность Чтобы Глаза Лучились Чтобы Человек Понимал Что Такое Свет В Глазах Смотрящего Чтобы Кожа Была Свежая Надо Разминать Вот Это И Разминать Все Десять Кончиков Пальчиков Чтобы Кровообращение Мозга Было Лучше Чтобы Спазм Сосудов Снялся Чтобы Человек Лучше Соображал И Чувствовал Себя Полным Энергией Чтобы Спазмов Не было Чтобы Кровообращение Лучше Было Дыхание Лучше Было Чтобы Он Чувствовал Себя Увереннее Чтобы Меньше Подчинялся Манипуляциям Я не слушал Люди Вот Сейчас Скажу Дураков Вы Скажите А вы Называете Дураками А ведь Нехорошо Слово Дурак Произносить Я же Условно Говорю Чтобы Просто Немножко Было Понятно Спасибо Большое Я Например Встаю В 4 Часа Утра Замечательно себя Чувствую Делаю Дела Потом Иду В лес Гуляю И В конце Ролика Нашего Вставлю Видео Которое Я сняла В эти Ближайшие Два Дня Чтобы Люди Тоже Посмотрели На Эту Красоту А вот Если У вас Не Будет Леса Куда Пойти Если У вас Не Будет Свежего Воздуха Лета Если У вас Не Будет Подружки И Не Будет Любимой Работы Вот Вы Занимаетесь Любимой Работой И Вы Там Разружаетесь Вот Тогда Когда Не Будет Никаких Способствующих Условий Закройте За собой Дверь Ходите Туда Сюда По Комнате И Выговаривайтесь 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 Но самое Главное Чтобы Промежутках Между словами Не было Перерыва Когда Вы Не знаете Что Сказать Говорите Раз Два Три Раз Два Три Буквально Две Минуты Потом Сядьте Пустите Мысли На Самотек Сделайте Взгляд Рассеянный И Вдруг Вы Заметите Гора Раз Плеч Появляется Такое Состояние Которое У вас Бывает Очень редко Когда На душе Так Легко И Спокойно Да Так что Вы Пожалуйста Я вам Подарок Делаю Такой Спасибо Вам Большое Что Вы Мою Картину Назвали Матерь Мира Вот Она Вот Она Да Вижу Вижу Вот Матерь Мира Да Так что Мне Очень Понравилось То Что Вы Дали Такое Название Хасай Ну и Напоследок Я тоже Скажу Если бы Мы Не защищали Лес Леса Бо Уже Не было Если бы Мы Не защищали Рядом Пруды Которые Находятся С домом Их Тоже Бо Уже Не было Если Бо Я Начала Продолжала Бо Зарабатывать Деньги То У меня Не было Бо Любимой Работы Поэтому Свою Жизнь Мы Строим Сами Да Конечно Конечно Я вас Очень Уважаю Потому Что У вас Канал Очень Хороший Я Хочу Чтобы Он Развивался Я Хочу Чтобы Он Продвигался Я Поэтому Предлагаю Вам Подарок Маленький Это Одна Минута Говорите Я Озвучил Что Художник Художник Всегда Сначала Сначала Своего Мастера Который Учит Его Рисовать Потом Он Кто Муж Для Муза Для Художника Кто Восторгается Художником Или Кем Восторгается Художником Он Все Это Слышит И Я Озвучил Это И Поэтому Я Создал Контент Который Называется Коллективный Разум И Мне Там Когда Я Показываю Картины Все Пишут Коменты Что Поправить Что Убавить Что Усилить И Таким Образом Канал Развивается Я Хочу Чтобы Ваш Канал Тоже Также Развивался Сейчас Я Покажу Картину И Вам Будут Писать Для Меня Что Усилить Что Уменьшить И Так Далее То Я Вам Делаю Подарик Такой Вот Например Картина Недописанная Это Мужичок Вот Недописанная Видите У Вот Пусть Все Посмотрят На Вашем Канале И Напишут Вам Коменты Что Там Добавить Что Убавить Потому Что У Него Есть Невеста Она Его Ждет С Этими Цветами И Надо Чтобы Он Прихорошился Таким Образом Я Помогаю Вам Развить Канал Пусть Пишут Коменты У Ваш Шикарный Канал Я Очень Люблю Смотреть Я Хочу Чтобы Больше Людей Его Смотрел Спасибо Спасибо Хасай Спасибо Всего Доброго 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 Чтобы Оно Доброго До